Здравствуйте коллеги, меня зовут Лебедев Юрий и мы продолжаем серию вебкастов, посвященную Windows 7. В сегодняшнем вебкасте мы поговорим об управлении виртуальными жесткими дисками Windows 7. В плане сегодняшнего вебкаста у нас рассмотрение трех вопросов. Во-первых, познакомимся с тем, что же такое виртуальные жесткие диски, где они используются. Затем попробуем управлять существующим виртуальным жестким диском, а затем создадим парочку новых. Пара слов о сегодняшнем сценарии. Ну, как я и сказал, будем создавать новые и использовать уже имеющиеся. У нас есть компьютер 7.04 под управлением Windows 7. На нем установлена программа Virtual PC, в которой установлен Windows XP и непосредственно с этим жестким диском попробуем поработать, а потом создадим парочку новых и добавим к этой виртуальной машине. По характеристикам, это компьютер 7.04, характеристики есть на слайде. Работа под управлением Windows 7 максимальная, 32-разрядная, с первым сервиспаком. Итак, перейдем к тому, что же такое виртуальные жесткие диски. Итак, виртуальный жесткий диск это особый файл, который содержит полную структуру, полностью имитирующую реально жесткий диск. Ну, используется система виртуализации для того, чтобы развернуть там операционную систему, какие-то файлы, программы и так далее. С точки зрения Microsoft, два поколения можно выделить виртуализации, то есть это примерно 2007 года. Это Virtual PC и Virtual Server 1005 R2, но Virtual PC 2007 имеется в виду. Особенность их в том, что они аппаратно-независимые, то есть не требуют аппаратной поддержки виртуализации. Ну и современный уровень это Windows Virtual PC и роль Windows 2008 R2 Hyper-V, которые требуют аппаратной поддержки виртуализации. Ну и именно из-за этого актуальность для Virtual PC сохраняется, потому как есть множество компьютеров, которые аппаратно не поддерживают виртуализацию, но необходимость в них имеется. Ну, Microsoft Virtual PC 2007 и Windows Virtual PC это настольная виртуализация для настольных систем, а Virtual Server 1005 и Hyper-V это уже виртуализация серверная непосредственно для виртуализации серверов. Так как у меня нет на компьютере 7.04 аппаратной поддержки виртуализации, я использую там Virtual PC 2007, но в общем-то значения не имеет. Все то, что мы проделаем, можно будет сделать из любой из этих систем виртуализации. Перейдем к первой демонстрационной части, это управление существующим в HD. Итак, есть у нас некий компьютер под управлением Windows 7, там в основном Virtual PC и на нем стоит Windows XP. Сейчас мы имитируем ситуацию, когда у нас потерялась возможность запускать эту операционную систему, а нам необходимо вытащить какой-то файлик с жесткого диска этой машины. Итак, вот наш компьютер 7.04, под управлением Windows 7 максимальная. Вот у нас Windows XP установлены внутрь Virtual PC 2007. Есть у нас тут текстовый документ, который будет считаться для нас важным. Ну и к примеру, рассмотрим такую ситуацию, что по каким-то причинам эта система перестала загружаться. Сейчас выключим этот компьютер и нам необходимо вытащить данные с жесткого диска этой виртуальной машины. Что бы мы делали раньше? То есть мы бы создали новую виртуальную машину и попытались подключить туда файлы виртуального жесткого диска. Можно посмотреть в свойствах, узнать, где находится виртуальный жесткий диск, пройти туда и посмотреть, что там с ним не так. Давайте откроем его. Находится он вот здесь, вот E, VM, Windows XP. Ну и тут сразу видно, что из них является виртуальным жестким диском. Полтора гигабайта. Единый файл. Как из него вытащить интересующий нас документ с рабочего стола? Для этого нам потребуется вызвать управление на компьютере. Откроем управление дисками. У нас уже есть два физических жестких диска по 40 гигабайт. Они нас сейчас не интересуют. Нас интересует следующее. На управление дисками нажимаем правой кнопкой и выбираем присоединить виртуальный жесткий диск. Отлично. Через обзор находим наш жесткий диск. ОК. Происходит установка необходимого драйвера. Адаптер шины виртуального жесткого диска Microsoft. Как видим, все успешно установлено. Вот появился наш диск. Ему назначилась буква F. Теперь мы его видим вот здесь. Вот он. Можно открыть наш компьютер. Мы его видим вот здесь. Вот он наш диск F. Переходим в документы in settings. Наш пользователь. Рабочий стол. Вот мы получили доступ к этому документу. Теперь мы можем здесь что-нибудь создать самостоятельно, абсолютно без проблем. К примеру, вот так вот. Чего-нибудь здесь добавим. Чтобы он хоть какой-то размер получил. Хотя это тоже вовсе не обязательно. И после этого мы отсоединяем виртуальный жесткий диск. Причем, будьте внимательны, если вам этот виртуальный жесткий диск еще необходим, то удалять его после отключения не следует. Отключили виртуальный жесткий диск. Давайте запустим Windows XP. Ок. Старт. Отключили виртуальный жесткий диск. Как видим, запустилась наша виртуальная машина и тот файл, который мы создали из Windows 7, он здесь присутствует. Вот так вот достаточно просто теперь можно поуправлять виртуальным жестким диском, просто присоединить его к системе и поработать с ним, вынуть какую-то важную информацию или чего-то добавить, при том условии, что система виртуализации отключена. Это же самое вы можете сделать и на Windows Server 1008r2, никаких проблем с тем, чтобы сделать это там, тоже нет. Погасим машинку нашу, мы с вами продолжим наш веб-каст. Мы разобрались, как управлять существующим виртуальным жестким диском, давайте теперь попробуем посоздавать новые виртуальные жесткие диски. Создавать будем парочку при помощи двух основных инструментов. Первый инструмент, с которым мы уже познакомились, это управление дисками, находится внутри управления компьютером, компьютер менеджмент. Это первый инструмент и второй инструмент командной строки диск-парт, который позволяет вам проделать то же самое. Диск-парт достаточно старая утилита, с 1999 года представлена в продуктах Microsoft, крайне полезна, например, при работе с Windows Server 1008r2, установленном в режиме Server Core или Windows Server 1008. Итак, давайте перейдем на 7.04 и попробуем создать парочку новых виртуальных жестких дисков. Выключили мы наш Windows XP, откроем компьютер менеджмент обратно, правая кнопка по управлению дисками и создать виртуальный жесткий диск. Прежде чем создадим, давайте здесь на диске E создадим новую папочку, назовем ее VHD и туда и будем складывать наши виртуальные жесткие диски. Виртуальные жесткие диски необходимо указать для них максимальный размер, пусть это будет 1 ГБ. 1 ГБ, причем они могут быть динамически расширяющиеся, то есть размер будет увеличиваться до указанного здесь по мере добавления информации на этот виртуальный жесткий диск. Либо фиксированный размер, когда сразу будет разбит весь этот диск. Давайте этот пусть будет фиксированный, ОК. Происходит создание виртуального жесткого диска, снизу мы это видим. Откроем VHD, здесь мы его уже увидим, вот он ровно гигабайт занимает, потому что он весь был размечен, он фиксированной длины. ОК. Теперь для того, чтобы подключить его к нашему машине, его необходимо инициализировать. ОК. И давайте на нем создадим простой том, чтобы на нем хоть что-то на него занести. виртуальный жесткий диск. Назовем VHD01, метку тома, далее и быстрым форматированием NTFS создадим этот жесткий диск. Появился диск F, можно его открыть здесь, либо он теперь доступен у нас вот здесь. Ну и создадим опять пример файла, это будет VHD01. Как-то вот так вот будет называться. Вроде бы не ошибся. ОК. Сохраняем. Вот так вот при помощи управления диском можно легко создавать виртуальные жесткие диски. Другой вариант использовать командную строку, а именно в ней утилиту diskpart. Она требует административных полномочий на этом компьютере. Yes. Переходим. Открывается строка diskpart. И теперь с ее помощью мы создадим виртуальный жесткий диск. Указываем команду create, указываем vdisk. Необходимо передать расположение этого виртуального диска при помощи параметра файл. Через равно указываем, где будет лежать этот файл. Это e.slash.vhd. Назовем его vhd02.vhd. И необходимо указать максимальный размер этого файла. Так, максимум равно 1024. То есть задается без указания единиц измерения, но в мегабайтах. Enter. Так, ошибка в пути, потому что я поставил точку с запятой. Давайте поставим двоеточие. Началось создание файла, осмотрим. Готово, был создан файл, мы можем посмотреть на него. Теперь давайте попробуем при помощи diskpart поуправлять этим файлом. Вы всегда можете написать help и он вам покажет, что можно делать в тот или иной момент. Вот тут все в русскоязычной версии еще и по-русски расписано. То есть никаких проблем с этим нет. Что нам необходимо сделать? Нам необходимо присоединиться к этому виртуальному жесткому диску. То есть не присоединиться, а вообще выбрать его, захватить. Указываем параметр команду select, указываем к чему мы будем присоединяться. Это будет vdisk и указываем расположение нашего файла. файла равно e, на этот раз не ошибаемся, двоеточие, vhd, vhd02, .vhd. Как видим, виртуальный жесткий диск успешно выбран. Это то, что нам и было необходимо сделать. Теперь нам необходимо присоединить этот виртуальный жесткий диск. Указываем оттачивающий диск. После этого он появляется и в консоли. Вот он, как видим, был присоединен успешно. В следующий момент мы создаем основной раздел. Create Partition Primary. Как видим, файл виртуального жесткого диска был преобразован в основной раздел. Необходимо назначить ему какую-то букву по счету ABCDFG. Как видим, появилась буква G. Ну и последний момент. Необходимо отформатировать его. Можно прямо из диск-парта это сделать. Формат. Указываем тип файловой системы. Это будет NTFS. И можно указать, допустим, лейбл. Если предыдущий у нас был vhd01, пусть это будет vhd02. Пошло создание файла виртуального жесткого диска. Пошло форматирование файла виртуального жесткого диска. Все. Теперь можно выйти из диск-парта. С ним мы завершили. Работу открыть можно в HD02. Давайте здесь тоже создадим какой-нибудь документ. Назовем vhd02 и напишем Созданно при помощи diskpart.exe. Сохранили. Ок. Давайте отключим эти два наши существующие виртуальные жесткие диски. Оба отключаем их. Теперь задействуем эти виртуальные жесткие диски в нашей виртуальной машине Windows XP. Чтобы проверить, что даже созданные, то есть вот так вот вручную набитая информация, а потом легко присоединяются к системе виртуализации. В нашем случае это Virtual PC 2007. Входим в settings и присоединяем эти виртуальные жесткие диски. ОК. Можно стартовать машинку. Можно стартовать машинку. ОК. 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 Продолжение следует... Так, загружается наш Virtual PC 2007. Сейчас он опознает эти жесткие диски, но я думаю, они уже в работе, и буквы им должны быть присвоены. Вот они, эти диски VHD01 и VHD02. Они успешно были подключены к верталям машины. Сейчас на них установятся драйвера. Как видим, все вот успешно. Можно открыть любой из них. Вот, к примеру, созданный при помощи Computer Management. Прекрасно работает. И точно такой же диск, созданный при помощи Utility Diskpart.exe. Теперь управлять этими виртуальными жесткими дисками после передачи их виртуальной машине можно точно так же свободно. Вот так вот замечательно, легко и просто можно работать с файлами виртуальных жестких дисков. Что ж, вот так вот легко и просто при помощи инструментов управления, таких как управление дисками внутри, управление компьютером и Utility Diskpart.exe мы поработали с файлами виртуальных жестких дисков. Никаких проблем с этим нет, мне кажется, достаточно просто. Но подводя итог, вы можете легко брать любые виртуальные жесткие диски от любой системы виртуализации, которые в формате VHD, формат стандартизирован, поэтому проблем с этим нет. Подсоединять их к Windows 7, управлять, наполнять информацией, сливать, заливать, все что хотите. Точно так же вы можете создать новый виртуальный жесткий диск при помощи Disk Management в управлении компьютерами и при помощи Utility Diskpart.exe и присоединять их к любой системе виртуализации. Это тоже достаточно удобно, вы можете легко передать большой объем информации на VHD диски в виртуальную машину, не копируя по сети, например, или еще как-то. Работа с виртуальными жесткими дисками внутри Windows 7 это новая, чего не было раньше, ни в Windows XP, ни в Windows Vista. И поэтому еще несколько вебкастов по возможностям работы с виртуальным жесткими дисками внутри Windows 7 я обязательно сделаю в дальнейшем. Ну а если вас интересуют какие-то еще возможности, то у меня на сайте вы найдете еще несколько вебкастов по Windows 7. Пожалуйста, заходите, смотрите. Ну а если у вас есть какие-то вопросы, пожелания относительно этой серии вебкастов или каких-либо других, пишите мне в почту на lebedefury.gmail.com Больше материалов по различным информационным технологиям вы можете найти у меня на сайте. Ну и все новости одной строкой, подписка на них у меня в блоге на lebedefum.blogspot.com Ну а на этом все, спасибо за внимание и будьте здоровы! Спасибо! Спасибо!